Макс, смотри, какая красота! Да! Очень красиво, действительно, там за окном горы. Снег блестит! Снег блестит! Мороз, то, о чем дети мечтали! Мы сегодня уже первый день пойдем попробуем покататься на лыжах. Может быть, на каких-то бубликах Катя покатается. Я думаю, что Макс сегодня должен встать на лыжах. Да, сынок? Да. Я ныршу ловушь на зеркале. Дедушка Мороз! Смотрите, какие у меня чуни. А-а-а! Они скользкие. Смотри! Папа, а ты в таком будешь ходить, что ли? А тут все так ходят? Теплый пушистик. Теплый пушистик? Смотри, у меня теплый пушистик. Вот это шлем. Так как я этот лыжник начинающий, мне обязательно шлем. Чтобы я случайно не грохнулся. Точнее, если грохнусь, чтобы не разбил голову. Боже, а чети какие! Макс, ты видел это? Да. Все, ну пошли, я готов. Дети на английском Машу смотрят. Какие у тебя клевые шузы. Это знаешь, что на дискотеку таких надо ходить? Это позвольный шлейф. Это позвольный шлейф. Шузоник не сняли. Ну что, поехали на лыжи? Поехали. Ой, вот так... Поехали! О, смотри, у нас маленький ребенок появился. Поехали! Так оно, он еще и капризный. Ну сколько можно ждать? Я уже запарился на солнце. Сидит такой весь в шлеме. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот так вот, чтобы солнце не било в глаза. Ну а то, какой крутой у нас лыжник. На маске сэкономил лыжной. Поеду в велосипедных очках. Из окна вид, смотрите. Мы в прошлый раз не смогли передать такую красоту, какая у нас из окна открывается. Там где-то Макблан. Да. И солнышко. А вот там я видела даже небольшие подъемники. А ну-ка покажи, как ты умеешь. Все? Красота? Не то слово. Пошли? Погнали. Вот этот все-таки домик нам попался. Красивый, да? Мы еле его нашли, да? Он так высоко-высоко забрался. Там горы, там горы. Да, красиво. Как в долине, действительно. Чего бросаешься? Ах, ты быстрее. Я тебе сейчас дам. Токси на горнолыжном фурор заказывали? Поехали давай. А мы уже на горнолыжном фурорке. Товарищи, похоже, мы уже приехали. Вот оно, детская горка. А парковка? А парковка, извините, берите машину с собой. Катерина, ты как? Макс, на лыжи станешь сегодня? Да. Ой, 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 ой. Смотри, на лыжи поехали, как круто. Макс и папа пошли смотреть на лыжи. А мы, смотри, два выберем санки. Какие тебе нравятся? Такие как синенькие с этими штучками. Или салатовые длинные? Какие возьмем? Большие салатовые? А вот и наши саночки. Выбираем. Тяните. Хочешь, садись, я тебя уже потяну у них. Давай, Макс и папа будут на лыжах кататься, мы будем на санках твоих кататься. Садись. И здесь они будут кататься? Там? Ну, на горках? Садись. Ножками туда. Да, папа там. А ну-ка, давай, я тебе тяну, а ты говори, какие тебе удобнее. Эдди? Удобно. Удобно? Синие пробуем? Угу. Давай еще синие примерим. Вот это прикольно. Эти для меня маленькие. Ты думаешь? Что-то действительно, ты как на горшке. Вставай. Ну все, выбрали. Тяни к папе, пусть покойки. Эти больше, бери, чтобы папа их оплатил уже. Бери. Тяни. Все. Катание готово на сегодня. Ну что, удобно ли вам, дети? Катя уже на санках, мы с лыжами. Готовы ездить? Попочи. Сейчас Катя по асфальту решила, чтобы я покаталась. Ну давай попробуем, если не разорвем. Давай. И поехали. Это знаешь как, лыжи купил, кататься не купил. Ага, отлично. Главное, чтобы не поломали ничего и не попортили. Да, да поломать, главное, чтобы ноги не поломали. Вот это, я не знаю, машина... Я вообще-то про лыжи говорила. Мы наконец-то на снегу. Поехали. Сейчас папу с Максом отправим на лыжи. Ну что, готовы? Можно пробовать, да. А ну-ка, папа, давай. Щелк-щелк. Вы наши ученики. Папа, щелк, Макс, где ты? Ну, лыжи одевать научились. А теперь бы ездить. Вон, я как вижу, учат, что так, полуприседей как бы едут. Вон так, как Кате надо ездить, видишь? Сидят себе, отдыхают дамы. Я думаю, нам лучше туда, где никого нет. Ай да, давайте, а то сейчас будете позориться. Обувайся, Макс. В общем, два чайника начинают учиться кататься на лыжах. А ну-ка, папочка, давай, как это надо делать? Наш папа два метра ростом и дети трехлетние. И Макс, смотри, папа, Макс поехал. Макс, ты сбил что-то. Класс. Смотри, как круто. Задом едем в лужу. Нет. Катя, в лужу. Я сейчас тебя вытащу. Ну, смотри, ты прям как в воде. Как в лодке. В общем, мы с Катей здесь катаемся. Вижу, вот там папу с Максом. Как у них успехи, интересно. Учатся. Ой, ты уже поехала? Пока! Главное, не в лужу. У-ху! Вот это да! Круто! Поехали! У-ху! Класс! Как далеко ты в этот раз поехала, Кать! Вот это да! Вот это отдых, да, Кать? Расскажешь, одноклассникам не поверят. И летит наша гонщица на санях. У-ху! Ах, в лужу прям! Все нормально? Нет? Ну, ты хоть не намокла? Мокрые! Мокрые руки! Какой ужас! Давай сейчас будем сушиться. Не намокла, теперь домой. Идем, найдем Макса с папой. Может, они что-то нам предложат. Да. А в кафе не хочешь пойти, Катя? Да. Идем. Идем, может, там немножко посохнем и нагреемся. Где-то Макс с папой в той очереди. Сейчас мы их попробуем найти. Как ваши успехи? Вот так вот, помаленьку. Молодцы. Ну что, вы хотите на вот эту большую горку, что ли? На вот эту небольшую, это самая детская. О, а вы куда поплыли? Наконец-то идем уже механизированным способом. Ну, давайте, покажите, как вы уже научились. Как детки уже за школой едут. Смотрите, классно. Школа катания, всем на воспитание. Представляешь, Кать? Может, мы так тоже попробуем? Нет? Едет Макс. А ну-ка. Сейчас упадет. Нет, не упадет. Смотри, как держится. Молодец. Получается, Макс. Супер. Класс. Отлично. Ну, правда, упал. Давай, мой герой, едь ко мне. Слушай, у тебя получается уже, Макс. Круто. Макс, я думаю, мы с Максом должны хотя бы разочек еще спуститься. А потом пойдем? А потом пойдем. Я уже Максу не буду мешать, а то ему рассказывал. Я ему только мешаю, вижу. Ясно. Ну, давайте, сейчас я вам дам попить и пойдем потом. Едет, смотрите, вау. Макс, молодец. А тормозить как? У-ху. У-ху. Молодец. Макс, молодец. Ю-ху. Класс. В общем, наши лыжники уже научились ездить. Катя, а ты тут на своих санках лежишь. А там мальчики уже катаются. Я тут вижу, вы делаете успехи. Да. Макс сказал, ну, просто не надо мешать. Ясно. Макс, а ну-ка покажись. Ты мне скажи, пожалуйста, как это ты так быстро научился? Кто у тебя такой супертренер? Как зовут этого суперуспешного человека? Ты, что ли? Папа? Папа, это у тебя, на тебя показывают. Это я тренер. Ну, молодцы. Я за вас очень рада. Ну, как, тебе понравилось? Ну, я сам чего-то научился. Молодец. Макс сказал, еще хочет. Так ровненько, не выключивай. Так, может, мы без вас пойдем пока? Идите без нас, а мы пошли кататься. Вы не будете вообще обедать? Какой обедать? Мы что, сюда обедать приехали? Катя, что мы им скажем в ответ? Кусать. Слышали? Все, пока, мы ушли. Где моя? Мы уже тут с Катей ждем, наверное, полчаса, пока нам принесут покушать. А тут вот, вы заметили, вот такая вот карета. Стас, о, привет! Здравствуйте! А я хотела показать, какая карета. Тут лыжников принимают вообще? Ну, я думаю, что да, я думаю, что вряд ли сюда лыжники добираются. Но мы, короче, с Катей нашли тут пиццу. Заходите к нам. Прямо на улице? Да? Смотрите, какая карета стоит прикольная. Махнатая. А вы посмотрите, как вы вовремя. Мы тогда пришли сразу еда. Как будто пришли уже едать на столе. Катя, твоя маргарита. Макс, я тебе заказала вот такой вот стейк с яйцом. Не хочешь? Это не маргарита. Я знаю, что ты любишь маргариту. Сейчас покушаем. Катя, ты такая оленка красивая. Как Машенька. Ну что, мужчина, покушали? Вы слегка объелись. Сил набрались. Катерина, продолжаем кататься на самках? Нет, на лошадку. На лошадку хочешь? Ты первый на самках? Идем покорять новые вершины. Катя сидит и любуется этой красивой лошадкой. Лошадка, у тебя такой бумбон на голове смешной. Классно. Пойдем посмотрим, какие там красивые кошечки. Видишь? Да. Смотри. Это мои клубнички. Там две клубнички Катиных, да, в окне. И кошечки. Там даже как мурка кошечки есть. Котенок в тарелке. И котенок в тарелке сидит. Ну пошли, давай. Все, Катя уже сидит на охране. Накаталась целый день. Устала, да, Катюш? Зато Макс вот уже отрывается на санках. Ой, а чего ты задом поехал? Макс! Ух ты, ты ж не видишь, что ты в лужу едешь. Катяш, Макс! Нормально? Все окей? Вставай. Приколист. Макс так ехал, аж перевернулся. Катяш, не переворачиваешься. Садом наперед ехал. Ну как у тебя успехи? По чуть-чуть, детскую горку и сходим, можно идти дальше. Посмотри на эту. Галю. Сидит там себе в горах. Она не замерзла там? Говорит, я замерзла, устала и хочу домой. Ну все, скоро пойдем. Снова поехал наш мужчина, пока мы тут говорили. А ну-ка, в лужу не за... В лужу поехал, Макс! Нет! Это капец. Это капец. Выходи давай оттуда. Это капец. Все, пора домой. Полная тележка воды. Полная тележка воды, а у тебя попа не мокрая? Нет. Ну ты даешь. А ну покажи, сколько там воды. Капец, там ужас. Сейчас я спричусь и заберу домой. Скажи, Макс, пора домой собираться уже. Скажи, пусть побыстрее там. Хочу на лыжи. На лыжи? Да. Ты приколист что ли? Завтра придем на лыжи еще. Нет. Давайте мы сейчас поедем домой отдыхать, а завтра вернемся снова на лыжи. На лыжи! Это что-то. Может вы едьте с Катей, а мы все покатаемся. Всем доброе утро. Доброе утро. Есть предложение. Поехать на ферму собачек. Тут есть самая большая ферма сербернара в Альпах. Хотите? Да. Папа, повезешь нас? Уже еду. Поехали. Недалеко. Пойдем покажу. Сейчас посмотрим на собак и затем опять на лыжи. Катюшка, смотри. Элеваги де Сан-Бернарде. Вот я только сейчас понимаю, почему они называются Сан-Бернарды. Потому что в английском оно как два слова. Сейн-Бернарды. То есть Святой Бернард. А где они? Где Сан-Бернарды? А ну-ка. Ну вот нарисованы на стене. Да. И все? Главное, чтобы сейчас они работали. А ну? Ну что, Сан-Бернарды. А тут какая-то речка, что ли? Вода течет. Собачка. Это такой расцветкий. Вот черный лежит. А вот вообще какой-то, смотри, Сан-Бернард. Как медведь. Да, большой такой. А это знаете, как порода называется? Нью-Паундленд. Так вот, получается, тут не только Бернард. Макс из мультика, Макс. Да, похож. Привет, Макс. Как твои дела? А там, смотри, Питбуля вместе с Пушистиком закрыли. Реально, Пушистики и Питбуль в одном вольере. Что, говорят, закрытая ферма? Короче, ферма не работает. Вот так вот. А собачки классные. Собачушка. Ну что, едем тогда кататься на лыжах, потом вернемся. У собачек обеденный перерыв. С 11.30 до 14. Такой вот такой интересный график работы. С 10 до 11.50. А, 30. И потом с 14 до 17. Все, мы уже едем второй раз. Уже как раз время. 15.41 по местному. Ну как, соскучились за собачками, Кать? Да, Катя. Макс, а ты? Не-а. А что? А у нас тут, конечно, такой прикол произошел. Можно папе я скажу? Зачем? Папа забирал Катю с кресла и испачкался в какашке. Катя наступила где-то, а я в нее испачкался. Смотрите, сколько льда. Да. Видите? Красиво так. Это что, был водопад? Похоже на то. У Кати новая игрушка. Как зовут ее? Лапочка. Лапочка. Игрушка-кукушка. Дубль 2. Здравствуй. Наш сын Бернард. О, смотри, там люди уже есть. Видно, что открытые уже работают. Еще одни любители собак. Угу. Все? Твоя малышка приехала знакомиться с подружками? Да. Смотри. Что там есть? Забор. Забор? Ничего, мы сейчас заплатим в кассу и пойдем. Что, никого нету? Я позвонил. Вот, я не знаю. Ауэрт какой-нибудь. Наверное, может дать билеты? Типа сначала сюда, да. Ой, какой там птенка. Собачушка, как тебя зовут? Привет, добрый пес Карбос. Такой большой. Такие глаза у него хорошие. Мне вот интересно, вот в этой Европе, у них такие графики работы, нежные, скажем так. Вот, что им мешало пустить нас в прошлый раз. Действительно. Ничего, что никто не добавился. А, кассира на месте не было. Точно. Катя, как тебе друг? Он бурдюх. Мы тебе дали кричку бурдюх. Нравится тебе? Тебя будет звать бурдюхом. Пошли. Смотри, еще один. Это дюк, это дюк. Дюк. Привет, дюк. Дюк спит. Это Ньюфаундлен порода. Или по-русски, либо же по-нашему водолаз. Так что, берем малыша себе? Привет, малыш. Ты хороший малыш? Папа. Собачки. Они такие большие, мне кажется, побольше Кати. Как зовут тебя, добрый друг? Как тебя зовут, собака? Он ходит в живые. Там можно их потрогать. Смотри, они тоже хотят с нами дружить, Катя. Добряки, хорошие собаки. Не надо пальчик сунуть, не надо. А то они подумают, что ты им кушать даешь. Пока, друзья. Мы скоро вернемся. Пап, такой знакомый аромат. Как твоя курточка? Можно я покажу, как ты красиво Кате сегодня взял? И это папа целый день потом на лыжах катался в этой куртке. Говорит, что-то так пахнет этими собачками. Они слишком воняют. Слишком воняют? Не будешь фоткаться? Папа, слышал, что дочь твоя сказала? Они слишком вонючие. Что, не будет трогать даже? Не будет. А у него на шее... Что это у него на шее? Это бутылка воды. Бочонок воды. Это же они, если находят кого-то где-то в ущелье, чтобы можно было попить. Понятно. Но они такие жирные. Как они по этому ходят по снегу? Или это какие-то пенсионеры? Максик, может, туда не иди, сынок? Но там что-то необычное. Какая-то собака необычная. Привет, Ликино. Если ты похож мне на фоне издалека. А мне на ламу, знаешь? Знаешь, такой лохматый-лохматый лам. А мне похоже на сажу. Ну, я думаю, что наш сараконный рынок не хуже, чем эта ферма. Самая большая ферма в Альпах. Собака, привет. Добрый пёс. А где самая большая? Вот. Она самая маленькая. Катя шишку тут нашла, видите? Мы заплатили кучу денег, чтобы увидеть шишку здесь. О, вот где надо снеговика лепить. Смотри. Снега по колено. Одень капюшон и можешь упасть. Сколько радости. Скажешь Эмили своей однокласснице, скажешь, Эмили, я видел снег. Снега по колено. Ку-ля-м, ку-ля-м. А я тоже на лыжах катался. Молодец. Да, ну видно, слушай. Даже выветрилась. Макс, тут в шоке, почему такая ферма маленькая. Макс, я вижу последний. Видишь? Ну давай, показывай. Смотри. Веди нас к последним собакам. Давай. Вот там, что ли? Да. Как они пахнут. Вот это вот последняя собачка, да? Угу. Привет, добрая собака. Как тебя зовут? Нет, тут ты не классная. Не классная? А какая классная? Вот тебе два классных. Пойдем к ним? Ой, только не упади, а тут сильно скользко. Привет, друзья. Они действительно самые веселые. Мы к вам вернулись. Вы такие хорошие. Вы такие добрые. Привет. Вы, Катя, понравились? Ждут. Ждут, чтобы ты им что-то дала покушать. Собачки. А у меня собачки. Собачки-собачки. Собачки-собачки. Мои маленькие. Катя, хочешь себе такого щенка, Кать? Да. А представляешь, он будет в доме ходить, такой дядька себе. Вляжется на диване и не будет тебе даже где сесть. На собаку хоть сядут. Я там видел, год рождения стоит вот тех вот больших собак. 2006-2007. То есть это одно из них 10 лет, а второе уже 11. Большие собаки. А вот эти такие классные, игривые. Да, эти еще клевые. А вы посмотрите, сколько там кубков у них. Видите? Они, наверное, много людей спасли, что ли. Они просто так. Да. Смотри, они вас догоняют. Они такие игривые, смотри. Прикольно. Аромат, конечно. Они с вами не против побегать. Папа, посмотри, как детям нравятся собачки. Представляешь такую птенку дома? Представляю. Смотри, как им нравится. Мне кажется, что тем нравится, что этим. Я помню, даже мультик, даже фильм был Бетховен. Помните про такую собачку? Я помню. Ну все, поехали кушать. Пошли, это я уже сил нету. Все. Надо накормить папу. Надо папу. Откуда у этого силы, точно, я не знаю. Катя, конечно, прошарилась целый день. А Макс? Он же катался то на лыжах, то на санках. И смотри. Пока, друзья. Пока. До скорых встреч. Гавки, гавки. Все, поехали. Мы привезли принцессу в ресторан, но, к сожалению, она ушла. Принцесса устала, да? Она превратилась в принцессу Бетховен. Устала ничего не делать. Точно. Ну что, сейчас мы закажем такое блюдо, что оно проснется от ароматов. Посмотрите, все деревянное, даже без ароматов. Круто. Катя наша проснулась. Нам принесли уже вот такую плиту. Там горит огонь. Пока кипит вода, пока еще ничего нет. И принесли к нему салатик. Ага. То есть мы сами будем все готовить? Да, мы будем готовить сами. А не проще было это дома сделать? Будь здоровым. Макс, правда, говори. Смотри, какие они свежие после целого дня. Катюша сонная, Макс уставший. Солнце еще слепит. В общем, нам принесли наши продукты. Принесли салатик, потом идет фри. Мы, конечно, не заказывали, но уже есть. И вот такой вот набор морепродуктов. А у вас не получается, что мясо вместе с рыбой? Это же не мясо, это тунец. Тунец, да? Да, вот его берешь сюда. И вот так вот раз. Хочешь картошку? И получается... Картошку хочешь? Вот. Вот так вот выкладываешь и жаришь себе сам. Короче, то, что можно было сделать дома, то мы делаем в ресторане. Да, мы в ресторане сами себе готовим за кучу денег блюда. Оп. Оно такое шкварчуще. А чтобы надо было смазать сначала жир, а потом... Какой жир? Это же не полезно. Вот. И вот так вот получается, жарим себе. Ну, мелочите, все высыпайте. Да? Вот так вот Катя сказала, что это будет? Что по одному кусочку вот это, да? Сейчас будем пахнуть на весь ресторан. Короче, Катя, мы с тобой сегодня хозяйки. Все, посолить и вперед. А вот так купли. Держи, на, приперчи немножко, я сейчас присолю. И все. Давай, держи. Давай, держи. Ты соли, тогда я турчу. Все, и наконец-то приятного аппетита. И будем уже кушать и отдыхать. Кушать и капликать. Немножко солится. Дети не захотели кушать вот эти всякие рыбные деликатесы. И мы заказали пиццу. Что, пицца раньше вкуснее рыбы? Рыба полезнее и вкуснее. Пицца полезнее. Да. В общем, все, мы отдыхаем. Кушаем пиццу, морепродукты. Папа, чуть не отвалилась там дурак. Угу. И набираемся сил, потому что завтра опять на лыже. А уже так лицо подзагорело. Прямо чувствуется, как будто бы на солнце было. Ну так на курорте, а не просто так. Да. Ну все, отдыхаем. Папа, подуть, пожалуйста. Давай. Держи. Спасибо. Пробуй. Ставь лайк и подписывайся на канал на сайте. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. А ты, папа, давай переворачивай. Горит уже запах на весь ресторан. Это тоже кварчит как. Преветочки. О. То, когда я попала. Пока.